Одинцовские новости в Одинцовской неделе. На первую полосу попал чемпионат служебных собаководов Федеральной службы исполнения наказаний. Соревнования проходили пять дней в Звенигороде. Кстати, у ФСИН профессиональный праздник отмечается 7 мая. Есть подразделения этой службы и в нашем округе. А вот чем оно занимается, читайте на страницах нашей газеты. Владимиру Путину понравились темпы роста внутреннего туризма, а наши газеты публикуют целый гид по лучшим туристическим маршрутам Подмосковья. Это так близко, что для путешествия хватит даже выходных. Коломна-Зарайск, Истров-Волоколамск, Сергеев-Пасад-Дмитров, Чехов-Серпухов и множество других поездок к вашему вниманию. Подмосковье буквально сотни художественных, краеведческих, исторических музеев, старинных усадеб, храмов и монастырей. Множество локаций, где развивается активный и даже экстремальный отдых. Одинцова поздравила с профессиональным праздником врачей скорой помощи. Всего у нас в округе 37 бригад. В сутки они совершают около 500 выездов к пациентам. Кстати, появился новый повод для врачебной тревоги. В Одинцовском округе зафиксированы заболевания курью. В парке «Патриот» прошел диктант победы – культурное и историческое испытание, в котором проверить свои знания может каждый. Тест прошли ветераны, общественники, юно-армейцы и даже глава Одинцовского городского округа. Коренной Одинцовец в пятом поколении Данил Михайлов после окончания начальной школы поступил в Суворовское училище. Сейчас ему 16 лет. И вот уже в четвертый раз в этом году ему предстоит принять участие в параде победы на Красной площади. Наш корреспондент Наталья Игумнова побеседовала с юношей. Наташа Игумнова выдала срочно в номер и еще один материал. И, к большому сожалению, это некролог. Умер наш замедляк Валентин Юдашкин, уроженец Баковки, знаменитый модельер. Он никогда не терял связи со своей малой родиной. Был очень простым и доступным к общению человеком. К сожалению, последние годы очень тяжело болел. А вот на шахматном небосклоне всходят новые звезды. И одна из них тоже уроженка нашего города. 12-летняя Диана Преображенская, ставшая абсолютной чемпионкой страны. Выступая за команду Подмосковья, она стала лучшей в композиции, рапиде, блице и классике. Девочка рассказала нашему корреспонденту Елене Щукиной, что шахматы ей даже снятся. В сводке криминальных происшествий обращает на себя внимание история скрушения Феррари на Рублевском шоссе. Водитель на большой скорости не справился с управлением. Люксовую иномарку разорвало в щепки. Но на счастье, а может так и было задумано конструкторами, водитель и пассажирка остались живы. Эти и другие новости на страницах Одинцовской недели. Спешите забрать свежий номер в фирменных точках распространения. А если не достанется, нас можно прочитать в интернете. Вот адрес.